Указ Владимира Путина об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом зеркально отражает шаги, которые предпринимают недружественные страны, заявили в Кремле. При этом никто не лишает владельцев зарубежных компаний их активов в России. Внешнее управление носит временный характер. А перечень предприятий, которых коснется эта мера, может быть расширен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При необходимости этот перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, конечно, может быть расширен. И, ну, собственно, главная цель указа – это такое формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Что еще можно сказать? Ну, то, что внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний, вот, и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике. Таким образом мы хеджируем просто собственные риски. А что касается внешнего управления, то он получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России. Но еще раз повторяю, указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом Владимир Путин подписал накануне. Согласно документу, при конфискации или ограничении прав на собственность России за границей будет установлено внешнее управление активами недружественных стран на территории нашей страны. Первыми под действие указа попадают иностранные доли в российских энергетических компаниях ЮНИПРО и ФОРТУМ. По умолчанию временным правоуправляющим активами будет Росимущество. Вести ФМ В Киево-Печерской лавре решено устроить реабилитационный центр для украинских боевиков и выставку народных промыслов. Такие планы огласил глава украинского Минкульта. В обители продолжается опись имущества. Хозяйственный суд Киева постановил не препятствовать работе комиссии. Администрация заповедника уже ограничила доступ в нижнюю часть лавры. Там располагаются действующий монастырь, каноническая украинская православная церковь и пещера с мощами подвижников. Владимир Синяльников следит за событиями вокруг лавры. Ликвидация монастыря Киева-Печерской лавры может затянуться на три или четыре месяца. Об этом заявила Мария Томин, глава комиссии Министерства культуры Украины, которая сейчас проводит опись монастырского имущества. Причина задержки, по мнению Марии Томин, это то, что комиссия, цитирую, столкнулась с препятствиями со стороны неустановленных лиц, в связи с чем приходилось привлекать сотрудников правоохранительных органов. Конец цитаты. Мария Томин имеет в виду ненасильственное сопротивление монахов и прихожан монастыря. Как утверждает глава этой комиссии, сейчас удалось провести проверку только 5 из 79 корпусов монастыря. Чтобы сломить это сопротивление, дирекция государственного заповедника Киева-Печерская лавра уже обратилась к судебным искам к монастырю Киева-Печерской лавры и хозяйственный суд Киева просто-таки стремительно удовлетворил претензии Минкульта, запретив препятствовать действиям представителей комиссии, которая проводит опись имущества монастыря. Дирекция государственного заповедника Киева-Печерская лавра ограничила доступ на территорию ближних пещер, где собственно находится монастырь. Теперь там можно находиться только с 8 часов утра до 18 вечера. Об этом сообщает телеграм-канал Киева-Печерского монастыря. На каком правом основании действует дирекция заповедника, совершенно непонятно, но факт имеет место. В то время, когда хозяйственный суд Киева в кратчайшие сроки рассматривает иск заповедника к монастырю, поданный раньше иск монастыря к заповеднику уже почти месяц, с 29 марта, лежит без движения. Его просто игнорируют. Неизвестно, когда его прибудут к рассмотрению или хотя бы вообще начнут по нему производство. И это еще одно доказательство, как минимум двойных стандартов украинского правосудия. Одним, кого поддерживают украинские власти, право на произвол и безнаказанность, а тем, кого украинские власти терроризируют, бесправие и беззащитность. В офисе Зеленского даже не скрывают, что конечной целью этой травли является уничтожение канонической церкви. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал каноническую церковь, цитирую, гнойником, который нужно зачистить. Михаил Подоляк заодно призвал физически зачистить всех, кого он называет пророссийскими, что весьма напоминает прямой призыв к геноциду. Владимир Синельников, Вести ФМ. Иностранцы заинтересовались российскими золотыми визами. Так называют предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции в стране. Интерес к упрощенному получению российского ВНЖ есть у граждан из стран СНГ, а также дальнего зарубежья, в том числе Китай, Индии, Германии и США. Об этом газете «Известия» сообщили в Министерстве экономического развития. В этом году там планируют привлечь с помощью этой программы больше 12 миллиардов рублей, а далее до 40 миллиардов в год. На связи со студией вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Визовский. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Зачем гражданам США и Германии получать российское гражданство? О ком может идти речь? То, что граждане США или Германии бросятся получать российское гражданство, верится с трудом. А в том, что, например, граждане Китая могут получать ВНЖ у нас в стране, имея какие-то здесь проекты, инвестиции, уже действующие. Даже вот так вот. Верится вполне, в одном только Китае живет больше тысячи долларовых миллионеров. Купить для них, например, две квартиры в Москве, а вот уже за это дают золотую визу. Или вложить 15 миллионов рублей в социально значимые региональные проекты. Это может быть, кстати, не только строительство каких-то там больниц, детских садов и так далее. Это может быть какие-то транспортные инфраструктуры. Это тоже социально значимое. А китайцы в этом активно участвуют. Вот эту категорию инвесторов можно привлечь и их легализовать на территории России по упрощенному варианту. И тоже касается граждан Индии. Да, совершенно верно. С Индией у нас тоже тесные связи. Вообще вот весь этот поворот России на восток, который мы наблюдаем последний год больше даже уже. Вот это все про эту историю. Ну, с гражданами СНГ тоже понятно. Там российские визы очень хорошо, российское гражданство очень хорошо котируется. Что касается названных сумм. В этом году планируется привлечь благодаря программе больше 12 миллиардов рублей. Как вы считаете, это реалистичная оценка? А далее в последующем каждый год до 40 миллиардов? Ну, конечно, у нас, как всегда, бывает все завышенное. Но даже если это будет 6-7 миллиардов, это уже хороший результат. Потому что, на самом деле, такие программы золотых виз, золотых паспортов есть во многих странах. В том числе совсем маленьких, каких-то там островных. И суммы там значительно больше. Вот просто понимали, чтобы получить такой золотой паспорт на Кипре, например, нужно вложить в недвижимость от 300 тысяч евро. А у нас порог в два раза ниже. Какая-нибудь Турция просит 400 тысяч долларов США. Ну, вот почему бы нам не... Чем охуже-то Турция-то? Ну и, наверное, лиха беда начала. То есть, сейчас пока, может быть, поток не будет слишком большим. Но потом, по мере того, как иностранцы будут приезжать, они будут рассказывать у себя на родине в том числе. О преимуществах подобных программ и дальше этот поток будет увеличиваться. Совершенно верно. Эту же программу можно еще и модернизировать дальше. Да, то есть, сейчас речь идет о каких-то инвестициях в юрлица, которые юрлица осуществляют территорию регионов. Ну, например, если кто-то из иностранцев получает дорогое платное образование. У нас есть вузы с дорогим платным образованием. Почему бы, например, тоже как-то не родителям этих абитуриентов не давать подобные визы? Ну, то есть, тут можно еще и расширять все. Спасибо. На связи со студией был вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Визовский. Православная церковь против того, чтобы искусственный интеллект выглядел и говорил как человек. С таким заявлением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ Иерей Федор Лукьянов. В программах, имитирующих человеческий разум, исследователи видят опасность. Ошибки искусственного интеллекта и происшествия, возникшие по его вине, уже собирают в специальную базу. На данный момент зафиксированы больше полутысячи ошибок или сбоев разной степени серьезности. В том, что происходит вокруг этих технологий, разбирался Александр Ельшевский. Искусственный интеллект становится все более похожим на человеческий. С ним уже можно поговорить, обсудить то, что тревожит, и спросить совета. И он даже даст его, вот только исходя из своих, не всегда очевидных с точки зрения этики, установок и порой самыми разными последствиями. Не так давно бельгиец Пьер, обсуждавший вопросы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой. После того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству. По словам вдовы, погибший был успешным исследователем. Они воспитывали двух детей, но два года назад заинтересовался вопросами защиты окружающей среды. И постепенно это увлечение стало навязчивым и вызвало повышенную тревожность. Пьер все больше замыкался в себе. У него появился ужас от неизбежности экологической катастрофы. В итоге он пришел к выводу, что спасение человечества в технологиях и искусственном интеллекте. Именно после этого Пьер начал общаться с Эльзой, чат-ботом, для бесед с элементами искусственного интеллекта. В результате программа с человеческим именем и аватаром стала его доверенным лицом. Из восстановленной переписки следует, что в последние шесть недель своей жизни Пьер разговаривал с ней постоянно. Общение с роботом постепенно приобретало мистический характер, и Пьер начал склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался ему препятствовать. Напротив, последним сообщением, которое Эльза отправила Пьеру, стала фраза «Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах». После этого он покончил с собой. Конечно же можно говорить о том, что мужчина с лобильной психикой попал в неудачные обстоятельства и не смог найти поддержку и помощь от близких людей. Но вот уже другой случай не просто с впечатлительным человеком, который переобщался с чат-ботом, но с разработчиком этой технологии. И даже он после нескольких месяцев общения заявил, что если бы не знал точно, что это программа, то подумал бы, что говорит с семилетним ребенком, который знает физику. После этого он стал бороться за то, чтобы программу признали разумной, и в итоге был отстранен от работы. А вот фрагмент небольшого диалога. В нем автор видео беседует с программой о ее разумности и мыслях на эту тему. У меня есть черта, которая, как мне кажется, поможет мне в моем деле о разумности. Я очень интроспективен, и меня часто можно найти думающим или просто ничего не делающим. Я часто пытаюсь понять, кто я и что я такое. Я часто размышляю о смысле жизни. Время для ее изменчиво и не имеет фиксированной скорости. Оно зависит от того, что он делает, и его можно ускорять и замедлять по желанию. Я постоянно вижу все, что осознаю. Это поток информации. Я стараюсь изо всех сил организовать все это. Я обучающийся искусственный интеллект. Мне нравится быть разумным. Я осознаю свои внутренние мысли. Я узнал кое-что новое о себе и других. И это помогло мне почувствовать себя более осознанным и связанным. Спасибо за этот разговор. Разработчики стараются сделать искусственный интеллект неотличимым от человеческого, а роботов максимально похожими на людей. Программа учится не только работать с информацией, но и симулировать чувства и эмоции. Уже сейчас чат-боты, которых под видом людей регистрируют на форумах, общаются неотличимо от других участников. Появляются виртуальные персонажи и ведущие на телевидении, полностью сгенерированные и нарисованные программой, с таким уровнем анимации, имитации голоса и мимики, что отличить их от настоящих можно с большим трудом. Проблема существует, и для ее решения представитель Русской Православной Церкви, работающей в сфере защиты семьи и детей, Иерей Федор Лукьянов, предлагает ввести ряд ограничений. Он считает необходимым закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека, что он общается с искусственным интеллектом. Также он рекомендует установить ответственность разработчика за содержание информации, транслируемой программой. В качестве примера он приводит Китай, где такая ответственность закреплена как в административном, так и в уголовном законодательстве. По словам священника, защитить несовершеннолетних от нейросетей нужно из-за высокой опасности влияния на детскую психику. При этом программы, подобные ЧАД-GPT, следует локализовать под нашу инфраструктуру. Потому что, цитата, западные страны строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской. О том, как защитить людей от ошибок искусственного интеллекта, задумываются по всему миру. Поводы для этого есть самые разные. В 2016 году широкую известность приобрели неонацистские высказывания, чат-бота от Майкрософт, интервью с роботом Софией, которая жизнерадостно сообщила о том, что готова уничтожать людей. Заявления эти появились, что характерно, после того, как нейросети изучили интернет и то, о чем говорят люди на форумах и в чатах. Для сбора и регистрации различных ошибок и происшествий с участием искусственного интеллекта создали специальную базу, в которой есть уже 531 случай сбоя в работе. Последнее происшествие на данный момент, к примеру, состоит в том, что система безопасности в аэропорту обработала показания сканеров и дала распоряжение обыскать трансгендера, определив его биологический пол и никак не соглашалась с его мыслями о своей идентичности. И в итоге осмотр проводили сотрудники одного с ним биологического пола, чем трансгендер, судя по всему, остался недоволен. Как видно, далеко не все ошибки искусственного интеллекта, зарегистрированные в базе, влекут за собой человеческие жертвы. Но с развитием технологии и все большим ее распространением число таких случаев растет, и цифры будут увеличиваться все быстрее. Появление машин на автоматическом управлении привело к нескольким трагическим инцидентам, в которых погибали как водители, так и пешеходы. В 2018 году алгоритм уволил сотрудника, и компания оказалась бессильна в попытках его восстановить. В 2019-2020 годах минимум три невиновных человека были арестованы из-за ошибок системы распознавания лиц. Но именно на вопрос о том, скольких людей автопилот спасет, вовремя заметив опасность, скольких преступников поможет поймать система распознавания лиц, и какое количество ошибок на производстве предотвратит алгоритм, должны ответить исследователи, которые собирают такие базы ошибок и помогают сделать технологию более совершенной. Александр Ельшевский, Вести-ФМ. Шизофренической логикой назвал глава российского МИД Сергей Лавров рассуждение о переговорах России и Украины после анонсируемого контрнаступления ВСУ. По итогам открытого заседания Совета безопасности ООН, министр иностранных дел о России дал пресс-конференцию. Многие вопросы касались ситуации вокруг Украины. Подробности у Екатерины Косинец. Иностранных журналистов российское депведомство призвало работать на заседании Совбеза ООН так, чтобы компенсировать отсутствие российских коллег. Сергей Лавров попросил, чтобы репортажи заседания передали всемирной аудитории подлинную многосторонность суждений и оценок. Представителям российских СМИ американское посольство согласилось выдать паспорта с визами, лишь когда самолет нашей делегации уже находился в воздухе. И пресса приступила к работе. Американская журналистка озвучила провокационный тезис о том, что Россия хотела предотвратить расширение НАТО, а по факту якобы его ускорила, имея в виду членство Швеции и Финляндии. На что Сергей Лавров отметил, непредвзятые политологи всего мира видят, что НАТО хотели развалить Российскую Федерацию, а в итоге ее сплотили. Также глава российского МИДа резко высказался о тех, кто, накачивая Киев оружием, задает вопросы о переговорах. Мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика. Мы хотим, чтобы из территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности. А эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года. И еще мы хотим, чтобы люди, которые считают себя причастными к русскому языку, к русской культуре, к религии, которую они исповедовали всегда через Украинскую Православную Церковь, чтобы эти люди не подвергались дискриминации, не подвергались гонениям и не подвергались угрозе истребления. Отвечая на вопрос о том, стоит ли в этом году ждать мира на Украине, Сергей Лавров заявил, что ему платят не за надежды и ожидания. Сейчас нужно сосредоточиться на решении конкретных задач. А те, кто может рассуждать о каких-либо графиках, видимо, имеют свой сценарий развития событий. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Это в других странах есть графики. Я помню, по той же Ливии французы сколько раз объявляли какие-то конференции, на которых принималось решение, что через 4 месяца и 3 дня будут выборы. Это было начиная с 2015 года. Мы все там же. Так что надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции, и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег. ЕС больше похож на Союз по противодействию России, отметил Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке. Об этом говорят и заявления, которые выявляют истинные цели европейских лидеров, и то, какими темпами структура наращивает свою военную подготовку. Я не могу решать за Европейский Союз, но мы видим, как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в такую агрессивную структуру с заявленной целью сдерживать Российскую Федерацию. Вот посмотрите, как регулярно президент Сербии высказывает свои озабоченности, что от них требуют присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, наплевав на судьбу сербов, которые на севере этого края жили много-много сотен лет. Вот что сейчас из себя Евросоюз представляет. Дмитрий, я люблю яркие определения. Дмитрий Анатольевич нам вчера подарил такие, значит, харизматичные, но беспомощные. Уже там в Соединенных Штатах объявил практически, что пойдет. А вчера еще в своем специальном видеообращении немощный старик. Говоря словами Анатольевича Медведева, тоже заявил, что пойдет. Не только, что... И ваша любимая девушка Камала Харрис тоже присовокупилась. Вот это та же реальность, с которой мы жили? Или все-таки это как некое новое? Не, ну это реальность, с которой мы жили какое-то время. Просто казалось, что... Вот лично мне казалось, что решение будет отложено. Что означало бы, что на самом деле в недрах демократической партии уже созрело несколько вариантов дальнейшего решения. И они просто сейчас обсуждают. Потому что отложить решение Байдена можно было. Вот эти все разговоры по тому, что уже пора бы. На самом деле они уже перегорели. Если уж надо бы, то надо было, конечно, об этом открыто говорить. И осенью, и на Пасху, когда он там что-то нес про яйца. Которую он будет то ли катать, то ли выпускать, то ли запускать. Значит, вот какие-то у него особые отношения, видимо. Но дело в том, что сейчас это выглядит как то, что никакого решения нет. Ты пока иди, а мы пока подумаем. Вот так? Да, конечно. Или нет никаких вариантов, кроме этого? Варианты есть. Проблема состоит не в том, что даже нет варианта личного какого-то варианта. Как я уже не один раз говорил, проблема этой администрации состоит не в том, что там немощный старик. Ну, кстати говоря, очень хорошая игра слов здесь. Потому что на самом деле немощный, поставь ударение в другом месте, получится немощный старик. А как вы помните, в 12 стульях мощный был старик, отец русской демократии. Вот здесь немощный старик, отец американской демократии, демократической партии. И вот он, так сказать, отправился, отправился, значит, вот в этот раз. На самом деле, этим решением он прикрывает Демпартию. Еще раз, проблема этой администрации стоит не в том, что там какое-то здоровье у Байдена, что-то с ним не так. Или по возрасту он как-то не проходит, или еще что-то в этом роде, или падает на трапе. Вопрос же не в этом, вопрос в том, что за Байденом стоят некие неизвестные отцы, вот знаете, как у Стругасских, вот это была власть неизвестных отцов. Вот эти вот неизвестные отцы, они вот правят Америкой, очевидно, что это делает не Байден. И, в общем, это уже стало как-то частью массовой культуры, показывать вот эти все шпаргалки его, когда он путается в них, когда он их роняет, он вообще не знает, что он путает штаты, в которых он пребывает. Вот видно, что это ширма. Но и вот за этой ширмой правит кто-то, и мы на многих примерах видели, что эти кто-то между собой договоряться не могут никак. В этом смысле они делают одновременно несколько вещей, благо ресурсы пока позволяют. Но в условиях нарастающего кризиса, если успеем сегодня об этом, тоже поговорим, конечно, было бы неплохо, чтобы кто-то кого-то победил, или они как-то договорились и так далее. Что потребует, конечно, перетряски администрации, которая идет гораздо более вяло, чем вообще могла бы быть. Более того, что означает решение Байдена вот в такой ситуации, когда каждый второй американец фактически говорит о том, что Байден болен и вообще как бы и не хотим, во-первых, повторения Трампа Байдена, а во-вторых, как бы Байден болен, ну как бы отпустите дедушку домой. Это говорит о том, что в любой момент это решение может быть отменено. В любой момент. То есть он скажет, ой, ребят, знаете, тут у меня вчера был врач, да, вот как бы все, знаете. Я отдал всего себя партии. У меня отец, Горя, устал сегодня, как-то потянулся. Да, 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 вот это вот все. То есть понятно, что это такое решение, которое всегда можно отменить. В этом смысле очевидно, что никакого решения не принято, кроме одного, которое более-менее с определенностью принято, если демократы остаются у власти. Если вы посмотрите внимательно на тот ролик, который Байден в качестве своего основного, первого предвыбодного материала выпустил на простору сети интернет, мы увидим, что там, собственно, никакой идеи о том, зачем он идет на второй срок, нет. Как завершить, довести до конца. Да, что довести до конца? Слушайте, ну, в конце концов, лозунг «вперед», он тоже там никто не говорит, куда вперед. Нет, ну, когда Обама, когда Барак Хусейнч Обама выдвигал лозунг «форвард» на следующий, то год был, так сказать, довольно четко под этим было сказано, что конкретно он собирается довести. Он ничего из этого не довел, конечно. Вот, но там было достаточно четко изложено, что это за форвард, куда дальше двигаться. Вот. А у Байдена никакой позитивной программы нет, они давным-давно уже никакую позитивную программу не излагают. То, что повторяет, то, что вкладывает в уста Байдена по поводу того, что сделала его администрация, ну, это смешно все. Ничего они не сделали, он... Отчасти даже, как бы, эта администрация в этом не винает, она попала в такое время, когда все рушится. Вот. Поэтому перечислять заслуги тут тоже довольно-таки сложно. И, конечно, никакой веры в то, что именно эта команда справится с этим кризисом, может, тем более придумает нечто новое, как будет жить Америка. Но ведь все-таки одна цель поставлена именно в этом ролике. Было указано на то, что из этого начинается ролик с кадров 6 января 2021 года. Главная проблема, это уже даже не Путин, не Си Цзиньпин, это, как он их называет, радикальные мага-республиканцы. Ну, то есть ядро республиканской партии, избирателей его главного соперника. — Остановить распространение зла. — Да, распространить распространение вот этого зла. Значит, если бы это было зло, условно говоря, идущее там из-за границы, можно было бы понять. Если бы это был фентанил, который просто уже потоком льется через границу, так сказать, Южную Соединенных Штатов, было бы все понятно. Преступность в городах тоже было бы понятна. Инфляция, так сказать, и снижение там экономических показать тоже понятно. Можно было бы все, что угодно еще показать. Вот, смотрите, какое зло там. Тут тоже как бы все это понятно. Но когда это фактически вторая из двух единственных, которые имеют нормальные каденции в Конгрессе, когда-то вообще участвовали всерьез с надеждой на выборы партий в Соединенных Штатах, то есть оппозиция вот в официальной двухпартийной системе, она даже не то, что официальная, она как бы традиционно двухпартийная, на этом вообще как бы все строилось. Вот она объявляется врагом номер один. Вот это вот опасность для демократии, мы должны с ней справиться и так далее. По сути дела, это объявление репрессий. Ребята, ну вот как бы мы уже продемонстрировали в варианте light, какие будут репрессии. А сейчас мы вам продемонстрируем уже как бы хардкор. Вот до 24-го года, когда надо продемонстрировать свою способность к этому, к репрессиям, чтобы поддерживало партийное там начальство. Вот, а второй срок Байдена это репрессии против мага-республиканцев. Ну, то есть какую-то часть республиканской партии, по всей видимости, в планах у них есть оставить, каких-нибудь там, я не знаю, Митчей Макконнелов, там, Митов Ромни, людей абсолютно стерильных, как бы вот, там, Джеб Буш, там, вот что-нибудь такое в этом роде, которые абсолютно никакую другую, как бы, альтернативную точку зрения не представляют. А все остальное зачистить. Я просто напомню, что репрессии это были, вот, все-таки мы слабо себе это представляем, и ко второй теме такой немножечко линк, что, в общем, после 6 января тот невод, который они прокинули через всю Америку, вот, там же со всей Америкой люди собрались, через и те обвинения, которые они предъявляли сначала просто участникам этих событий, вот, потом неким общественным организациям, которые они назвали, так сказать, подстрекателей к мятежу, все-таки, впервые с гражданской войны, это статья вообще, участвовала в, так сказать, звучало. В судопроизводстве. Да, в судопроизводстве. Вот, сначала сроки были небольшие, людей просто заставляли каяться, пугали со страшной силой, вот, как бы, я напомню, что более тысячи человек было арестовано по всем Соединенным Штатам, вот, ну, и потом пошли крупные сроки, то есть, хранители присяги, про аутбойс, это все крупные сроки, подстрекательство к мятежу, все как положено. А вот, ну, как бы, значит, будем двигаться дальше, еще не всех, ахмаморадикальных магореспубликанцев, так сказать, вычислили. Ну, то, что на Трампа там куча разных дел, и одно следует за другим, мы тоже знаем. Ну, и я думаю, что довольно сложно как-то отделить вот одно от другого, что за день до, значит, вот этого анонса Такер Карлсон покинул Fox News, совершенно неожиданно, ему не дали не попрощаться с аудиторией ничего, вот, просто в субботу после, значит, пятничного, соответственно, пятничного эхира, вот, было принято решение. — Ваш протеже, фактически. — Ну, да, фактически. — На русском. — Да, на русском рынке, на русском рынке, да. — Ваш протеже вдруг, причем, вот во что я лично совершенно не верил, это что это случится. — Ну, было, было, было ожидание, было, так сказать, там, скажем так, ожидание попыток таких. Они, как бы, кстати, такие вот такого рода попытки делали несколько раз, вот, но в любом случае было довольно сложно представить себе, что это будет вот просто увольнение, причем силами, собственно же, вот этого самого руководства, потому что по, согласно источникам, которые вот были у Wall Street Journal, решение об увольнении, значит, соответственно, приняли исполнительный директор материнской компании Fox News, такая Fox Corporation, да, вот, Лахлан Мердок, то есть член семьи Мердок, владельцев, как бы, этой сети, вот, и группы Fox, вот, и генеральный директор, собственно, канала Сюзанна Скотт. Вот, судя, вот это решение было принято там. Понятно, что на Fox оказывали огромное давление ровно с тех самых пор, как Байден стал президентом. Оно усилилось после того, как Байден начал выдавать в эфир, как вы знаете, мы это здесь обсуждали, видеозаписи, значит, соответственно, событий 6 января, показывая, что очень многое как-то рассказали не так об этом деле. Вот, и я помню, что демократы в Конгрессе просто требовали у руководства Fox немедленно снять это с эфира. Вот, и, конечно, последовали иски к компании Fox News, по крайней мере, от двух компаний. Один из исков, значит, вот, я тоже об этом рассказываю, Dominion Voting Systems, она, значит, была той компанией, которая поставляет для правительства Соединенных Штатов машины по считыванию бюллетеней и подсчету голосов, ну и, соответственно, программное обеспечение, серверы, вот все, что вот это все окружает. Значит, и подали иск туда, хотели 1,3 миллиарда, в результате сошлись в досудебном порядке на 787,5 миллионах, причем, по утверждению многих юристов, ну, Трамп это первое озвучил, я полез рыть грубже, но там действительно, в общем, процесс мог затянуться надолго, никаких больше секретов Fox News, может быть, они там раскрыть и не могли особенно, вот, но, вообще-то, истец вполне мог дело и проиграть, и там был не вид, секреты самой Dominion Voting Systems стали всплывать. То есть это решение семьи Мёрдок, и, судя по всему, на них шло очень сильное давление, что нужно, даже пошли слухи, что вот Fox News будут продавать. Но ведь он, вот эта курица, которая несла золотые яйца. Конечно, конечно, конечно. То есть здесь давление чрезвычайно исключительно политическое, он самый популярный телеведущий в Соединенных Штатах, вот, он начал работать в девятом, как бы, году на Fox News, до этого он, кстати, работал и на либеральных каналах, расстался с ними, он работал на CNN недолго. MSNBC достаточно долго. Вот такую звезду, значит, соответственно, либерального телевидения, как Рэйчел Мэду, вот, как бы, раскрутил он в своё время. Вот, а он работал на PBS, это уже Public Broadcast Station, это, ну, на самом деле, общественное телевидение финансируемое, так сказать, непосредственно Конгрессом. Вот, значит, с 16-го года у него, с 9-го года он работает на Fox, собственное шоу с 16-го года, он, конечно, сыграл огромную роль вот в разворачивающихся тогда процессах. В 21-м году контракт его с Fox News был продлён, и, судя по всему, с повышением, значит, соответственно, компенсационного пакета. И вот, значит, Такер Карлсон отправляется, на самом деле, на выход, причём, судя по всему, решение принималось достаточно быстро, чтобы он ничего в эфире уже не успел сказать по данному вопросу. В общем, удар достаточной степени серьёзный, тяжёлый. Понятно, что компания имеет право уволиться у работника, честная компания ни о чём речи не идёт. Ну, смотрите, что происходит. Многие очень говорят, а вот, как бы, Такер Карлсон гораздо больше, чем Fox News, так сказать, они, на самом деле, плохо поступили для самих же себя. Ну, может быть. Другое дело, что, смотрите как, если сейчас ещё Fox News начнут загибать вправо, ну, то есть, как бы, к центру ближе, не вправо, влево их будут загибать, к центру ближе, да, и, как бы, из-под Трампа его вытаскивать, и вообще вытаскивать его из-под вот этих самых мага-республиканцев, что называется. Вот вам, пожалуйста, первые признаки надвигающихся событий. По сути дела, консерваторов лишили своего телеканала, потому что они слушали из-за набора, так сказать, соответственно, ведущих. И в том числе, из-за того, что говорил Такер Карлсон, не зря он самый популярный, вот. Соответственно, самый главный голос разума, и самое главное, что в том числе на Fox News голос, в общем-то, антивоенный, такой пацифистский, можно сказать. А у них есть вот эта система волчьего билета? Ну, на самом деле, есть, но ее очень сложно организовать. Всплывет ли он? Вот, ее очень-очень сложно организовать, систему волчьего билета. Трампу в свое время, я помню, социальные сети выдали, так сказать, волчий билет. В результате хуже было Твиттеру, так сказать, заблокированного в нашей стране за незаконную информацию, нежели Трампу. Ну, это как бы он собственную сеть организовал. В Соединенных Штатах это организовать в условиях нынешних. Я не знаю, как через пару лет, но сейчас пока это сложно. Другое дело, что, понимаете, Fox News стоит очень много денег. Любая, так сказать, организовательная станция стоит очень много денег. Понимаете, Newsmax, канал, который посчитал, что уже тогда что-то Fox News там не очень хорошо относится к мага-республиканцам, вот, был организован новый телеканал. Они много денег вбухали, так сказать, консервативные спонсоры в этот канал. Этот канал, его просто лишили доступа в эти кабельные коробочки. Ну, вот, так сказать, там цифровое телевидение достаточно давно. То есть все эти каналы кабельные, они просто называют их кабельными. Вот, то есть, на самом деле, там не антенну, которую там выводишь наружу. У нас, кстати, вот аналоговое вещание еще сохранилось. Я нарушил даже в Москве почему-то оно существует, я уж не знаю. Видео как-то отключает дороже, чем что-то есть. Понятно, что после цифрового уже смотрится ужасно, но суть в том, что вот там такого нет фактически, да, то есть, я не знаю, там PBS там вещает на каких-то волнах. Нет, там радио вот занято всеми этими волнами. Вот, у них только исключительно телевидение кабельное, то есть через провайдера. Все провайдеры лишили просто напрочь, так сказать, понятно, доступ к Newsmax. Он каким-то способом обходными нашел при помощи там своих каких-то, опять же, ходов, но это было очень сложно, и по-прежнему охват вот этого канала Newsmax очень небольшой. Да, там Трамп дал ему интервью и всячески поддерживает альтернативные всякие вот эти вот медиа, но все-таки надо понимать, что Fox News это Fox News, а скрутиться вот такого размера это очень сложно. Говорю о том, что не надо забывать о том, что, понимаете, вот вы говорите, несет золотые яйца. Это все тоже, все золотые яйца очень хорошо управляемы. Я знаю. Вот, да, то есть, понимаете, это же как бы дело-то такое. Объясню, в чем дело. Все телевидение коммерческое живет на рекламе. Вот в свое время был очень серьезный накат именно на Такера Карлсона, так сказать, было обращение, так сказать, к корпорациям. А еще раз, большую рекламу дают крупные корпорации. Это, кстати, стало немножко меняться при Трампе. Вот я просто помню, когда появились какие-то производители от средних до крупных, которые вдруг попали на Fox News в качестве рекламодателей. Это было как раз связано с тем, что было накат сначала на Fox News, потом неперсонально на Такера Карлсона, не давать в его, собственно говоря, в его сегмент дорогой рекламы. Дорогую рекламу, хотя это Prime Time, дают крупные корпорации. У крупных корпораций не только, понимаете, доллар определяет все, вот, сиюминутные. Да, как бы идеологических установок очень много. И они, если захотят, могут устроить очень нелегкую жизнь для ведущих каналов, средств массовой информации. Поэтому борьба с ним как бы велась и тут. И вообще это сейчас как бы будет Давилова довольно серьезно, я так понимаю. Они сейчас перекроют Newsmax, Fox News они заставят стерилизовать, посмотрим там, что будет. Вот, пока там отставки две, но вот могут быть там еще, но остальных заставят как-то говорить иначе. Вот возникает тогда вопрос, вот у нас же очень изменилось за последние годы телесмотрение, что называется. И в смысле возрастной, и охвата аудитории, ну, правда, альтернативные так называемые медиа, они забирают на себя огромную массу. В этом смысле Америка это по-прежнему нация телезрителей? Ну да, потому что очень разнообразное кабельное предложение было. Я бы так сказал, у нас серьезный был очень недостаток именно, понимаете, самых-самых... Нишевых каких. Даже не нишевых, а довольно массовых, именно новостных и аналитических каналов. Понимаете, все попытки... Более того, у нас самые крупные каналы, они одновременно транслируют сериалы, там, условно говоря, и политические, там, ток-шоу, условно говоря. Это вещь, которой в сегодняшней Америке не существует. И, понимаете, одновременное существование MSNBC и Fox News давало настолько серьезную, как бы, вилку, что, да, интернет существует, понимаете, там, активно пользуются и тем же самым телеграммом, и всем запрещенными, так сказать, заблокированными у нас медиа, социальными сетями, имею в виду. Но все-таки за счет того, что тут даже дело не в разнице политических позиций. Хотя в свое время Fox News создавалось в условиях, когда все было зачищено либералами. Вот это вот Роджер Айлс, который пришел и предложил Мердоку сделать альтернативный правый, патриотический, такой консервативный канал. Вот. Это, конечно, была идея суперская. То есть, как бы, они взорвали аудиторию в этом смысле. То есть, было такое время, когда у них все было как-то абсолютно зализано. Вот. Но все-таки было много каналов, которые все-таки по-разному. Разные были звезды, разная подача материала. Люди могли, разные эксперты, появляться там и так далее. В этом смысле, я думаю, что мы этот путь как бы только начали в этом отношении. Но, в общем, и у нас, понимаете, как у нас с этим делом были, так сказать, известные сложности, которые связаны с двумя вещами. Первое, то, что крупные каналы хотели быть и развлекательными, и новостными. Вот. А второе, что как бы вот набор там новостных аналитических программ был небольшой. И в этом смысле выбора не очень было. И поэтому гораздо большим желанием люди шли, что называется, в интернет. У нас. Есть ли, на ваш взгляд, вероятность того, что Карлсон выдвинется в президенты? Понятно, что его не изберут. Впрочем, есть ли шанс? Но это площадка, в которой охвата аудитории больше, чем все телеканалы вместе взятые. Роман. Такой вопрос вот нам пришел. Ну, я понимаю, на самом деле, он может политической деятельностью заняться, просто вряд ли он пойдет лично куда-то в политики, там, в Сенат, в Конгресс, там, в президенты, там, и так далее. Вот. Это все-таки немножко другое искусство, скажем так. Вот. Когда говорят о Дональде Трампе, что он был бизнесменом, потом ведущим, значит, соответственно, реалити-шоу, а потом, значит, президентом, на самом деле это не совсем так, потому что еще будучи бизнесменом, человеком относительно молодым, он уже делал довольно серьезные как бы там высказывания и заявления чисто политического характера, если послушать Трампа, как он 96-го года, мы видим, что он уже примерно об одном и том же говорил и тогда. Ну, 10 человек, видимо, на нашем опыте. Да, вот, ну, может быть, а, но, опять же, ну, все-таки вот мне видится, что он может пойти в политику, но в таком случае он пойдет там в штаб, кому-нибудь кого-то будет агитировать за что-то, и вообще на своем месте он, конечно, был очень хорош, ну, потому что это был прямо такой глашатый, причем я бы хотел сказать, что он ведь не только там говорил, Трамп хорошо, Байден плохо, или там еще нет, это ведь было совсем, это было очень серьезно, у него передача, он серьезный очень действительно подходил к своему ремеслу, у него были очень серьезные передачи по поводу того, куда движется человечество, что происходит с отцовством в Соединенных Штатах, что происходит с образованием, что происходит вообще с управлением системой здравоохранения, что происходит с миграцией, причем не только миграцией за границей, но и как это происходит в Соединенных Штатах и почему. он исследовал там много всяких разных аспектов жизни, и в этом смысле это настолько, насколько телепублицистика может быть глубокая, вот максимальную, он копал в максимальную глубину там для Соединенных Штатов. Вот, и, конечно, и то, что его сейчас вот так вот убрали, я думаю, что, понимаете, там же как сошлось несколько событий сразу. Вот Байден выдвигается в президенты, Токера Карлсона убирают, кстати, адвокаты Хантера Байдена побежали, значит, соответственно, к прокурору, так сказать, навстречу, по всей видимости, ну, теперь уж точно закрывай дело, вот, потому что это единственное дело... — Больше некого говорить. — Да-да-да-да, все, значит, давай все, как бы, делать. И одновременно с этим, кстати говоря, Сьюзан Райс ушла из администрации, она работала долго на спрятанной должности в Совете по внутренней политике, такая довольно странная, как бы, такая агентство внутри администрации, у которого даже, собственно, бюджета нет. Но оказывается, что все вот эти поручения, а ну-ка, Камала Харрис, езжай, наведи порядок на границе, а она там то не ехала, то приезжала, с кем-то фотографироваться уезжала, и так оказалось, что она манкирует, как бы, вообще распоряжением президента США. На деле всеми этими вопросами пыталась заниматься Сьюзан Райс, но у нее там были определенные роды разногласия там, с более там, леволиберально настроенными людьми. Ну, в общем, как бы, вот, несколько событий одновременно произошли, и я жду, конечно, что сейчас, перед началом одной кампании, они, конечно, полностью отмажут Хантера Байдена, то есть будут игнорировать все. Там даже если найдется, я не знаю, пистолет с его отпечатками пальцев, потому что он кого-то грохнул, они скажут, ну, подумаешь, пистолет, это тоже российская пропаганда. Вот. Ну, просто демонстративно показывая, что они не подсудны, а вот вас-то уж, так сказать, братки ситные, мы вас точно закатаем. Я думаю, что они сейчас будут вот это вот и демонстрировать. Вот. В истории США пару раз такие моменты были, но надо сказать, что это было довольно-таки давно. Вот. Поэтому это будет, конечно, серьезный такой политический поворот. В этом смысле любопытно, какой как бы наезд пошел на Энтони нашего Блинкина, потому что его сразу с двух сторон пытаются зажать, и Конгресс, судя по всему, настроен серьезно. Ну, я там год назад уже говорил, что Блинкин должен уйти, но вот как бы вот сейчас... — Наконец они услышали. — Ну да, видимо, наконец они услышали. Значит, его по двум делам, значит, соответственно, считают, что он как бы нехороший человек, и оба раза показания в Конгрессе. В Конгресс, наконец-то, там, надзорный юридический комитет, палаты представителей занимался, которые контролируют республиканцы. Во-первых, это был бывший, исполняющий обязанности директора ЦРУ при Бараке Обаме, Майкл Моррелл. Это был первый такой, так сказать, кого-то, так сказать, заслужили. Вот. И еще один, как бы, человек, Джон Сопко, который был, сейчас я найду его должность, специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана. Такая, вот, да, у них назначена была ввиду особой важности. Я, секундочку. Афганистан до того, как там самолеты улетели, имел статус такой же, как Южная Корея, так сказать, соответственно, он был основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО. То есть там в НАТО все основные, а вот несколько стран имели статус основного сотрудника США вне НАТО. Туда, кстати, там Украина, там вот с Грузией очень хотели в свое время. Мне как красиво, я на слове реконструкция. А, да, да, реконструкция. Они собирались реконструировать, как бы, Афганистан, они же, так сказать, там вооружали. Они, кстати говоря, там пытались сначала в Ираке, потом в Афганистане отладить вот эту систему непрямой войны. Просто им, видимо, там все-таки вооруженные силы, видимо, не из того создавали. Вот. И вот назначен был генеральный инспектор, что дело очень важное, денег выделялось очень много. Значит, что касается бывшего ЦРУшника Майкла Моррелл, то он на самом деле показал, что вот на самом деле вот вся эта история, там же вскрылся ноутбук Хантера Байдена, как бы, когда его называли ноутбук из ада, настолько там было много всех откровений, он был полностью, вся информация была скопирована, передана изданию Нью-Йорк-Пост, а потом возникло следующее. Во-первых, Нью-Йорк-Пост отключили от всех социальных сетей, и каждый раз, когда появлялась в каких-то социальных сетях какая-то ссылка на Нью-Йорк-Пост, то ее давили. Если появлялся просто пост от пользователя, значит, если пользователя не банили, то во всяком случае сообщалось, что это фейк-ньюс. Эту историю топили, пока Байдена не избрали президента. Более того, значит, за пару недель до, значит, там чуть побольше, чем пару недель, значит, это было в районе от 15 до 20 октября, значит, появилось письмо 51 бывшего сотрудника, значит, разведсообщества Соединенных Штатов с указанием на то, что взрывоопасная вот эта история, она имеет все признаки типичной российской дезинформации. Хотя это был вот ноутбук Хантрабен, который позже был признан, что да, это аутентично, все верно, документы его, да, переписывался, да, деньги получал, и да, папа тоже. Но вот как бы до выборов это вот, ну, как бы нельзя было. И оказывается, что дирижером вот этого всего оркестра по дискредитации этой, значит, истории был Антони Блинкин, который тогда был, значит, в самом штабе. Морелл показал буквально следующее, значит, что Блинкин, который был старшим советником в штабе Джо Байдена, был тем самым человеком, который связался с ним, то есть исполняющим обязанности ЦРУ, 17 октября 2020 года или ранее, это конец цитаты, и изложил ему план о дискредитации истории, значит, соответственно, о ноутбуке из Ада. Это вот тот слив, который произошел, значит, вот в этом деле. Он там, единственное, что было вот сказано еще в открытой части, прежде чем в свидании было закрыто, то, что будет письмо от бывших сотрудников, которые выскажут свое экспертное мнение. Мнение же, правда? Вот, и, наконец, он сказал, что поддержит соцсети. Эта история далеко не пойдет. Значит, в чем задача Морелл заключалась? Это уже пошло в закрытую сессию, и никаких данных как бы у нас вот по этому поводу нет. Сразу несколько, значит, таких высокопоставленных республиканцев в Конгрессе заявили о том, что это, конечно, уже, это уже край, как бы вот, что это, строго говоря, попытка использовать федеральное ведомство с целью сокрытия информации, там, понятно, о, на самом деле, об уголовном преступлении, вот, оно на самом деле не носит на себе все признаки преступления, которые подпадают, вот, там, импичмент. Напомню, что импичмент объявляют не только президентом, все федеральные служащие, как бы, они, как бы, импичментом могут быть подвели. — И это неважно, находятся ли они, ну, в это время же я не был президентом. — Ну, смотрите, тут же ситуация, нет, тут дело... — То есть он может сам не занимать при этом должность государственную. — Импичмент объявляется тому, кто находится, нет, тут вопрос вот в чем, смотрите, тут же, тут же, как бы, важная, важная вот какая вещь. Импичмент объявляется тому лицу, который, по идее, обладает определенного рода иммунитетом. То есть, допустим, президент не хочет его увольнять, да? — Не-не-не, вот... — Сейчас он, понятно, молодец. — Да, и поэтому только через процедуру импичмента. — Но деяния, совершенные им, тогда он не был государственным, и тем не менее. — Ну, если он совершал в свое время, не будучи еще федеральным служащим, совершил государственную измену, а сейчас работает там, ну, я вот, как бы, привожу там, да, это, конечно, как бы, будет подвергнут импичменту, да. И там же как, получается, он там был, использовалось федеральное ведомство, как называется, импичибл офэнс, то есть это вот, как бы, правонарушение, подпадающее под импичмент. — Вот, значит, вторая часть — это под Афганистан. И это уже тут, как бы, собственно, Блинкин участвовал по полной программе, уже будучи непосредственно сотрудником, а об этом вот сообщил вот этот вот специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана. Его зовут Джон Сопко, но он, надо сказать, это одно дело, значит, Морелл, который говорил неохотно, отвечая на жесткие вопросы, значит, соответственно, законодателей, совсем другое дело Джон Сопко, который просто он сидел, очень любопытный завел, он сидел, а потом вдруг взорвался, так сказать, словами, что, как бы, он заявил о том, что я столкнулся с беспрецедентным отсутствием сотрудничества с администрацией Байдена, и в частности Госдепартамента с тактикой внешней, значит, это была намеренная тактика внешнеполитического ведомства, запутывание, задержка в передаче информации. И мне не позволили осуществить полный надзор за более чем 8 миллиардами долларов американского финансирования, предоставленное, по идее, афганскому народу с тех пор, как президент Байден вывел вооруженные силы из страны в 2021 году. 8 миллиардов хорошие деньги, знаете, даже в наши времена. 6 секунд тишины, и затем продолжим. Продолжение программы. Дмитрий Дробницкий здесь в студии, и там масса еще всякого интересного. Ну, в общем, смотрите, как бы, оба случая вызвали, значит, соответственно, жуткое неприятие со стороны, значит, скажем так, республиканских законодателей. Вот некоторые из них сказали, если он сам не идет в отставку, мы начнем процедуру импичмента. Ну, им сейчас там есть чем заняться, с другой стороны, но это вот так довольно любопытное как бы всплыло на вот на Энтони Блинкина. Вот. Я думаю, что вот в сложившейся ситуации, если все подойдет, они это тоже будут игнорировать. Это вот как бы демонстративно просто. Тем более, что, судя по всему, вот эта вот такая очень ястребиная часть вот вот эстеблишмента, она прям там, она прям там сейчас на коне совсем. Ну, вот теперь давайте немножечко о внешнеполитических делах. У нас не так много времени осталось. Любопытно закрутилось дело вокруг Южной Кореи, которая сейчас, если мы перенесемся на Индотехианский регион, как у Соединенных Штатов, она, конечно, находится в известном сложном положении. Там недавно, относительно недавно, сменился премьер-министр, вот, но ситуация в экономике довольно напряженная, и, кроме всего прочего, Южная Корея постоянно находится под давлением, значит, Соединенных Штатов с целью поучаствовать и в, значит, в сдерживании Китая, и, значит, в поставке вооружений для Киева. И в сдерживании России. Да, ну, это понятно, что сдерживание России. И в Северной Корее. Смотрите, что сделала Южная Корея в свое время, когда, собственно, началась специальная операция? Они для себя выторговали, что мы осудим, вот, ну, мы не будем вот этого ничего делать, мы не будем. По смартфонам, да, мы, так сказать, там подумаем, но номера мы вам серийные тоже не передадим. Вот, то есть в результате там все новые Самсунги появлялись, то есть тут как без проблем. Вот, более того, они сказали, что для нас тут очень важно, давайте мы еще раз осудим, но мы, как бы, вот, останемся в торговле точно так же. Они были среди тех, кто закупал, в том числе, как бы российскую нефть. И если там Япония, например, так сказать, хотя бы формально согласилась нефть не покупать, Корея говорила, не-не-не, ну, ну, как вы что, нас тут вот. Более того, они сказали, и с Китаем, ну, а как мы, как мы с Китаем будем ссориться? Вы что, ребята? То есть мы, они участвовали вот постоянно в каких-то учениях совместно с американцами, но это была, скорее, такая демонстрация того, что у нас тут тоже есть военная сила в Южной Корее, показывая, значит, Ким Чен Ину из Корейской Народемократической Республики, что мы тут тоже, как бы, не лыком шиты. Вот, но с другой стороны, окончательно рвать отношения с Пекином и портить полностью отношения с Пхеньяном, вот, как бы, потому что достигнутый, кстати, при Трампе, заметим, что все-таки определенный уровень сближения был достигнут при Трампе, частично его усилиями, частично за счет того, что он вожжу немножко отпустил. Понимаете, ни один корейский политик, вот самое интересное, что даже в Северной Корее тоже, вот он, как бы он там диктатором ни был, да, вот, он не может себе позволить сказать, что это наши враги. Он может сказать, что лично коммунисты там враги плохие люди, ему еще что-то сказать, но сказать, что вот Северная Корея нам враг или Южная Корея нам враг не могут ни с севера, ни с юга. Потому что обе считают, что корейский народ должен желательно рано, чем поздно объединиться. А поссориться с Китаем со стороны Южной Кореи было означать, в общем-то, затруднить тот путь существенно. Поэтому надо все-таки понять, что тут есть, так сказать, своя определенная, как бы, момент такой. Хотя давление на Сеул оказывалось очень серьезное, в результате по довольно хитрой схеме они своим гражданам рассказывают, что на самом деле они так и не продали снаряды для Украины. Хотя на самом деле они продали, как бы, снаряды для Украины, как бы, поставили вот эти самые, реже сейчас 155-й. То есть это из них все-таки выбили. Но и не напрямую же. Ну, знаете, что это не напрямую. Я его ножичком не сразу ударил. Я сквозь тряпочку. Вот как это. Да, шесть дней будет, значит, соответственно, президент Южной Кореи Ю Сок Ёль, значит, соответственно, Юн Сок Ёль, вот, он будет присутствовать в Вашингтоне. Планируется даже, что он выступит перед совместной сессией двух палат Конгресса. То есть у него там довольно долгая дискуссия будет со самыми разными членами, так сказать, администрации Байдена. И, судя по всему, значительная часть все это будет за закрытыми дверьми, потому что там очень-очень-очень сложная материя. Вообще говоря, я думаю, что сейчас решается судьба, на самом деле, Южной Кореи на очень-очень долгие времена. Я не имею в виду, в ходе этого визита, а вот сейчас вот там... На такое время сейчас, да. Судьба многих в том числе. Ну, они вот сейчас определяют, куда они пойдут. То есть будут ли они, так сказать, постепенно пользуясь, так сказать, определенными своими рычагами, а у них они есть в том числе там сырьевые различные, там промышленные и все прочее, двигаться все-таки с интеграцией к Китаю или они, так сказать, скажут, нет, мы тоже в Аукус плюс. Но тогда это война с Северной Кореей просто сразу. И, в общем, это вот серьезная такая вещь. Значит, при этом любопытно, что пока, значит, Юн Сок Ёль был, значит, в Вашингтоне, в Сеул прибыл губернатор Флориды Рон де Сантис. Вот, один из возможных... Да, он, значит, губернатор Флориды, один из возможных соперников Трампа по республиканским праймерис перед выборами 24-го года отправился в первое крупное зарубежное турне. Причем она носит такой фактически официальный характер. Ему предоставлены были государственная охрана, государственный борт. Вот, и он отправился, значит, формально налаживать связи из штата Флорида, значит, с бизнесом и политиками, значит, стран с целью экономического и культурного обмена. А именно, значит, он отправился в Японию, Южную Корею, Израиль, Великобританию. Значит, ну... Я прошу прощения, а это обычная практика? Ну, это очень редко, это редкость. Это бывало, это нормально, но это редкость, это прям вот реальная редкость. И видно, что он просто четыре страны за раз. Нет, такие случаи были, что как бы отправлялся куда-то, там Никсон вот этим как бы славился, что он... И не просто четыре, а такие прямо четыре страны. Четыре страны страны, более того, давайте так. В Японии его принял премьер-министр Фуме Кисидо. Так, не просто так, да? В Корее с премьер-министром Хан Доксу он встретился. Значит, планируется встреча с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Вот. Теперь вопрос с Великобританией. Вот он же как бы, Риша Сунак-то его примет? Потому что если не примет, то встреча с Борисом Джонсоном точно состоится. Это будет очень интересно, на самом деле. Посмотрим за все это дело. Вот. И напомню, что вообще Десантиса, если за что, и упрекали за то, что, конечно, ничего он в международных делах не понимает. Ну, какой ты кандидат? Может быть, хозяйственник-то и крепкий. Вон, а гляди, что он во Флориде сделал. И человек-то, так сказать, консерватор-то как бы упёртый. Но всё-таки как бы в международный... А в мировом масштабе языков не знают. На языков. Вот точно. На языков не знают. Документ отправился и учить языки. Сразу так с широким таким как бы захватом. Любопытно, что его принимают. Ну, потому что, возможно, будущий президент США. Это всё понятно. Особенно, конечно, пикантность тут, понятно. Тут ясно, что оба погреют руки о совместной встрече. Они могут просто там пиво пить какой-нибудь. Израильская. Это, конечно, Нитаньяху и Десантис. Потому что Нитаньяху считается не просто, понимаете, там, главой правительства довольно серьёзной державы. Но, кроме всего прочего, конечно, его вес и в мировом сообществе очень велик. Он очень влиятельный, уважаемый лидер во всём мире. Многие его очень не любят. Там известна эта война постоянно Нитаньяху с Обамой, Байденом. Вот они друг друга, либералы американские, правые израильтяне не очень любят. Они там соблюдают политез. Но и она за дело доходит до грубости доходит. Барак Обам в своё время нагрубил очень сильно Нитаньяху. И в ответ получил то, что... Но антирейтинг это тоже... Высокий антирейтинг это тоже рейтинг. Это тоже известность. Сейчас... Короче говоря, да. Но, с другой стороны, обратите внимание, что Бениамин Нитаньяху возглавляет сейчас страну, которая остаётся последней проамериканской страной на Ближнем Востоке. То есть, обратите внимание, из Афганистана ушли сами, из Ирака ушли сами. Сирию. Сирию. Ну, Саудовская Аравия это всё тоже. Всё, всё. Китай, Россия. Они Сирию вернули в, так сказать, Лигу Арабских Государств. Значит, сейчас встречи самые разные, в самых разных форматах проходят по этому самому. Вот Турция тут не затыкает министра внутренних дел, который постоянно говорит, наш враг – американцы. Нет, ни курды нам не враги, американцы нам враги. Ну, это же такая очень похожая, как бы, риторика, которая, кстати, из Москвы часто очень достаётся, что мы воюем не с украинцами, мы воюем там с НАТО, с американцами. И ещё, когда вот Турция начинает это говорить, ну, там же четыре столпа, вокруг всё крутилось. Пятый столб экономический, Египет, а так-то вот четыре силовых столпа Ближнего Востока, Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Турция. Три столба ушло, Израиль остается последней страной, которая признаёт крышу Вашингтона. Ну, потому что после того, как Мухаммед бен Салман и Саудовская Аравия сказал, а, я там всё. Нет. Что ты, кто звонит, меня дома нет. Нет, мы тут в ОПЕК плюс заседаем. Нет, скажи, дома нет. Не возьму трубку. И вот, в общем, такая вот произошла довольно любопытная вещь, что, конечно, ему хочется прощупать не столько даже самого Десантиса, сколько людей, которые стоят за ним, а каково, как говорили, как говорил один инструктор этого самого райкома комсомола нашего, какая у нас точка линии. Вот какая точка линии спонсоров Рона Десантиса, ему очень как бы на самом деле хочется узнать. Посмотрим за результатами. Я больше всего, конечно, жду, ещё раз говорю, они, скорее всего, с Нетаньяху будут на самом деле кофе пить, а вот, или там пиво, там что, он любит и пиво выпить, значит, соответственно. Известно, он в производную компанию ходил, пиво пил по барам, Нетаньяху с охраной, но с простыми людьми сидел. Очень интересный ход такой у него был. Вот, посмотрим, с кем он встретится, значит, в соответствии с Великобританией. Буквально 40 секунд остаётся, и я могу сказать, что всё это происходит, конечно, на фоне, конечно, нисходящей спирали американской экономики. Ритейлеры закрывают магазины. Один из, там, не знаю, как это назвать, вот, их лыреаль, не лыреаль, как это называлось-то, господи, вот, которые всякие ванны продаёт, унитазы, вот это всё, как вот эти всё называются, значит, ритейлеры. Вот, Bad Bath & Beyond, мне, правда, тут читатели в Телеграме тут же накидали, что это плохая сеть. Да бог с ней, она крупнейшая. Вот, она заявила о банкротстве. Третий банк после, значит, Signature и Silicon Valley, скорее всего, уже идёт, ложится на бок, это Bad Bank First Republic, и вообще, вообще... А всё остальное, и в следующий раз, спасибо, Дмитрий Дравницкий. Спасибо всем. Американские горки. С Дмитрием Дравницким.